Продолжение следует... 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 команда по левую руку выступает против . у вас две минуты засекают я знаю кто сильный я знаю кто сильный главное нечуть понять где Серёша дебаться я ей не могу рассказать дебаться я не понял я не понял я не понял у нас похожее было не знаю кто похож коробки были много линии Кирилл все хорошо друзья я попрошу все-таки уважать друг друга Максим Максим я попрошу уважения ко мне и командам которые будут участвовать поэтому прошу слушать внимательно я буду следить за временем я делаю хлопки как я и говорил 3 минуты времени по 30 секунд каждая команда сможет высказываться задавайте вопросы отвечайте на них как хотите стратегию выбираете вы напомню команда по правую руку от меня выступают за утверждение что в экономике необходимо выделять точки роста которые способствуют развитию по левую руку команда выступает против этого тезиса еще раз повторюсь у нас 3 будет независимых членов жюри это у нас Ярослав Романчук Леонид Федорович Зейко и Андрей Николаевич которые будут следить за ходом силы тезиса и за ходом дебата все остальные мы так же проголосуем поэтому внимательно слушайте две остальные команды в полуфинале так же голосуют за участников 3 минуты по хлопку мы будем меняться по поводу того кто начинает где моя судьбоношная шишка я сказал она определяет судьбу сегодня это круто это круто судьбоносная вот ты тяни тяни за шишку выбирай либо ты первый либо они первые хитрецы мне говорить команде не команде конечно это батл и так если команда если команда если команда если команда по левую руку нарушает регламент вы можете там шуметь что-то прерывать я отнимаю 10 секунд 10 секунд от вашего времени итак внимание поехали все из вас и все из нас подтвердят тот факт что мы являемся страной с полу открытой экономикой с полу закрытой для того чтобы нам стать развитой страной и внедриться в мировую экономическую систему надо и работать по тем правам которые работают хорошие страны развитые страны все развитые страны иметь свои точки роста развитые близко к развитым странам близко к развивающихся допустим германияна она нацелена на крупную промышленность Америка на инновационную деятельность в Польше на мало средний бизнес поэтому что за чем германия нацелена на крупный кто такая германия есть капиталист, предприниматель который определяет куда вкладывать свои деньги а есть государство которое разбазаривает средства налогоплательщиков и вкладывает те сферы которые далеко не факт что будут прибыльны Более того, даже если государство угадало и сектор является прибыльным, так зачем оно здесь, когда с тем же успехом это мог бы сделать частный бизнесмен. Поэтому ссылки на мировую практику здесь не помогут. Есть экономические законы, которые никто не отменял и которые... Чтобы быть конкурентоспособнее, нам необходимо выработать законодательство, исходя из этих точек роста. Мир настолько сейчас идет в узкое развитие, в узконаправленные специалисты необходимые, в узконаправленные бизнесы. Поэтому нам необходимо выработать законы, исходя из этих точек роста, создать условия именно для развития, для конкурентного развития данных точек роста в нашей стране. Чтобы инвесторы, приходя к нам, работали именно в этих нишах. И для них было это преимуществом, то законодательная база, те условия, которые созданы у нас. Вы хотите повторения того, что было в нашей экономике не раз? Деревообработка, цементная отрасль, сахарный. Вы хотите, чтобы мы дали деньги туда, на те точки роста, которые определите вы, для того, чтобы вы их могли распилить. Вы коррупционеры, вы предлагаете нам идти тем же самым криминальным путем. Этот путь нам больше не подходит, господа. Нет. Я думаю, драйверы экономик... Да все, в общем. Он уже закончил. Хау, я все сказал. А я так быстро сказал, да? Да. Для переходного периода, вы все верно сказали, для переходного периода в нашей экономике необходимо определить драйверы и определить правила игры. Подготовить необходимый уровень компетенции человека или командиров, руководителя этих предприятий. Потому что в мировой практике нет такого правила, что есть частные собственники или государственные собственники. Есть корпоративное управление. И управление может быть только эффективное, либо неэффективное. Потому что мы считаем драйверы экономик, которые свяжут наши некоторые промышленности с другими странами, где это развито. И мы войдем в технологическую цепочку. Если я инвестор, например, из Германии, и вопрос заключается в том, что кто-то вместо меня будет определять KPI и прочие показатели, как будет развиваться. Или мне предоставят непонятно откуда взятые цифры, непонятно на какой взятой статистике. И расскажут, что это будет точка роста. Притом даже и не попробуют у меня спросить, а где, как производился этот анализ. Потому что я не доверяю тем цифрам, которые... Спасибо двум командам. Вы слышали все аргументы. Поэтому мы сейчас попросим команды присесть. Потому что второй полуфинал. Да, второй полуфинал, а потом уже сделаем, кто выиграл. Две другие команды. Попрошу по правую и по левую руку. Антон, ничего, что нас пять, а их силы. Да пусть они же больше будут говорить. Прошу прощения. Я предупреждал, что... Лили Ивановна, ну здесь надо честно. У нас должна быть равная команда. Вы пришли после, поэтому нужно одно. Итак, отлично. Максим, тогда присоединяемся к зрителям. Команда... Кирилл, Кирилл, прошу присоединяйтесь, сейчас слушать будете. Как я и сказал, уже будем голосовать по итогам двух полуфиналов. Поэтому команды внимательно слушайте своих возможных будущих соперников в финале. Итак, дорогие участники второго полуфинала. По правую руку и по левую руку от меня две команды, которые будут обсуждать следующий тезис. В Беларуси необходимо провести полную приватизацию. То есть, полный раз государствления продать государственные активы в частные руки. Команда по правую руку слепым жребием выступает против этого тезиса. По левую руку за этот тезис. Сразу же подчеркну. Нет, сложнее или легче. Честно говоря, исходя из моего опыта, хотя у нас урезанный формат однозначно, мы не делаем полные дебаты. Иногда даже, чаще всего в моей практике побеждали те темы, которые многие думали, что сложнее. Поэтому тут главное отработать аргументы. У вас есть две минуты подготовиться, через две минуты мы встречаемся. О, видишь, это вообще твоя частная. И никому другому не принадлежит. Это называется приватизация. То есть, если надо, можно там продать. Если кто-то будет говорить, нет, а я тоже хочу носить. За аукцион. То есть, скажешь, ну, а почему? Почему другой должен это носить? Даже это хороший человек, даже если это твой брат. Ладно? Мне нравится, как это здесь мне говорится. Чтобы воспитать ребенка, нужно ему сразу научить, как работает мир. То есть, отец дает мороженое, а потом берет, откусывает один раз. Там, допустим, 34%. Потом второй раз, еще 13%. Говорит, ну, кушай. Тебе такое понравилось? Налоги. Половина мороженого государство забирает, сволочек. Я, Фига, поучаствовал в соревнованиях. Нет, если папа сказал, что это мороженое твое, то это твое мороженое. Твоя частная собственная. И если папа тебе додал все, это, говорит, мое. Это потом уже ты будешь решать. Если ты хочешь поделиться, говорит, я могу дать папе кусочек, я могу дать маме кусочек, я могу дать брату кусочек. Но это мое решение. Это папа не имеет права, говорит, а теперь нет. Нет, а теперь я возьму, и теперь я буду есть. О, в этом плане в джентльмен-шоу когда-то было хорошее, когда объяснял, говорит, шарик, и ты не понимаешь, что такое приватизация? Так вот, представь, твоя будка. Друзья, 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 друзья. Наташа, Наташа, прошу. Так, друзья, друзья, друзья. Барьеру. Так, зрители, уважаемые зрители, обращаю ваше внимание, что вы также определяете победителя. Я напомню, я напомню, я напомню, я напомню, тезис нашего, Наташа? Или велосипед, который доказал. Я напомню, тема, 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 в Беларуси необходимо провести полную приватизацию. У нас одна команда выступает за, вы за, вы против. Будет 3 минуты по 30 секунд, соответственно, где... Шишка простая, ступоносная. Моя шишка. Где моя шишка? Кто, выступает первым? Кто, выбирай. Вы или они? Они. Они. Окей. Итак, главное не заплевать противника, поэтому... Сила аргумента здесь важна. Поехали. ПРИВАТИЗАЦИЯ! ПРИВАТИЗАЦИЯ! Мы начинаем приватизацию и заканчиваем ее очень быстро, потому что только тогда Республика Беларусь войдет в число стран высокоразвитых. Сегодня государственная собственность используется для того, чтобы выпрашивать субсидии у государства. Сегодня неравные условия для частного и государственного бизнеса. Приватизация поможет привлечь инвестиции. Приватизация создаст условия для бизнеса. Все. Замечательно. Государственная собственность подразумевает то, что все имущество принадлежит народу. Нигде вообще в мире не проходит... Приватизация проходит очень болезненно. И главное, что требуется, насколько справедливый, открытый, честный будет проходить этот процесс. Мы знаем то, что по Конституции Республики Беларусь каждому гражданину гарантируется право. Однако, чеки имущества дали нам такую возможность? Нет. Я думаю, что большинство присутствующих эти чеки просто лежат где-то там, пылятся, и люди до сих пор думают. Приватизация земли даст возможность каждому человеку и народу в целом иметь землю в собственности и использовать ее крайне эффективно. Приватизация земли даст возможность земле быть эффективно использована в течение долгого времени, плодоносить, остаться внуком и правнуком. Приватизация промышленности позволит предприятиям выйти совершенно на новый уровень производства по качеству, по другим параметрам. Приватизация транспорта повысит... Приватизация земли это очень больной вопрос. У моего деда был на дел, я знаю, где он находился, он был крепким хозяйственником, пока в 1939 году не пришла Красная Армия и не забрала все это. Я могу претендовать на то, что было раньше. Как мы будем проводить приватизацию земли сейчас? Мы будем учитывать то, что было раньше, или не будем учитывать? Государство является самым неэффективным собственником, опыт это доказывает. Мы не создали средний класс, у нас не развивается бизнес, потому что предприниматели, временщики, все завязаны на 90% в арендных отношениях, эффективности нету... Возникает вопрос, что приватизировать, потому что важные объекты должны оставаться в государственной собственности, под контролем государства. Что будет с социальными объектами? Если это неприбыльный бизнес, то, соответственно, никто не захочет их приватизировать. Кроме того, существует опасность вывода капитала за рубеж. Приехали иностранные инвесторы, да, скупили это все, вывели капитал и дальше еще мы остались. Вам нужны только деньги. Я могу привести пример конкретно на примере Польши, когда присоединились постсоветские страны к Евросоюзу. Меньше всего пострадала Польша, потому что у них была частная собственность на землю. Ну и вообще все частное было, поэтому они менее безболезненно вошли в этот союз, в отличие от Литвы, Латвии, чего там, еще какой-то еще страны. Потом, по поводу чеков, это вообще касается жилища, а не чеки на жилье. Здесь чеки муси, все муси, чеки жилье. Спасибо большое. Они четыре раза. Прошу внимания. Во-первых, аудитория, я просил уважения. Друзья, аудитория. Я знаю одно. Саша, аудитория. Потому что у них было минус 20 секунд штраф за два раза разговора во время. То есть осталось 10 секунд? Нет. У вас, я отнимал по 10 секунд от ваших выступлений. Вы слышали аргументы. Теперь, что я попрошу вас делать. Прошу две команды немножечко стать по бокам. Команды первого полуфинала, пожалуйста, встаньте, чтобы я вас видел там же. Что я хочу, чтобы, что я хочу сейчас увидеть? Друзья. Внимание. Друзья, я просил уважения, я прошу слушать мой голос. Хотя бы, когда я говорю, что сейчас делать. Ты мне нравится, так ты меня ждал. Я прошу, Максим. И что я хочу сейчас сделать? Я хочу, чтобы мы проголосовали за тех, кого вы видели в рамках первого и второго полуфинала. Команды первого полуфинала находятся перед вами. Я хочу напомнить, голосуют только те, кто не участвовал в первом полуфинале. Команда номер один. Вы выступали за какую позицию? За точки роста. За точки роста. За точки роста. Вы против точка роста. Прошу вас, всех, кто не участвовал в первом полуфинале, голосуем один раз только. Кто считает, что команда за точки роста, вот они как выглядят, были сильнее с точки зрения аргументов, чем та команда. Поднимите руки и держите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У вас восемь очков. Теперь прошу поднять руку за тех, кто считает, что команда против точек роста было лучше с точки зрения силы вверх. Раз, два, три, четыре. Четыре, восемь против четырех. Выигрывает команда, которая была за точки зрения силы в первом полуфинале и смотрели второй полуфинал. Напомню, что эта команда выступала за что? Против приватизации. Эта команда выступала за приватизацию. Прошу вас, прошу вас поднять руку. Кто считает, Максим, я прошу поднять руку, кто считает, что команда, которая выступала за приватизацию, выиграла во втором полуфинале? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Теперь прошу поднять руку за... Прошу поднять руку тех, кто считает, что выиграла команда против приватизации. Раз, два, три. Семь против трех. Поздравим эту команду. Друзья, но... Но это вообще никого не... Максим, я просил. Теперь единственный нюанс. Друзья, мы поздравили две команды, которые, возможно, выйдут в полуфинал. Друзья, я сейчас... Мы никого не боимся. Прошу вас, внимание. Друзья, сейчас я дам слово жюри, которое определит финальных победителей. И только после этого мы сравним, их голоса совпадают с голосом народа или нет. Народ. А где народ? А где суд? А где суд? Тогда прошу... Тогда прошу вас... Тогда прошу вас, пожалуйста, выберите... Мы, к сожалению, не можем записать и не будем тратить на это время. Выберите каждый для себя, кого вы считаете лидером... Кого вы считаете авторитетом для себя лично в этом мире? Это может быть ныне живущий лидер. Это может быть историческая личность. Из лидеров. Нет, не только политических. Кого вы считаете авторитетом для себя? Авторитетом. Это может быть писатель. Только прошу, это может быть историческая личность, которой уже, к сожалению, ее нет в мире. Это может текущий лидер быть, который для вас является авторитетом. Не важно. Главное, единственное, попрошу вас, пусть это будет человек общеизвестный. То есть я хочу, чтобы это был общеизвестный человек. Подумайте над этим, а сейчас мы послушаем голос судей. Единственное, я объявлю судьям... Друзья, друзья, друзья... Это команда на выбор или как? Нет, нет, я сейчас потом объявлю... Друзья, давайте я оглашу судьям, кто у нас выиграл в народном голосовании. И после этого они глотят свое финальное решение, кто в финале все-таки будет участвовать. Итак, в первом полуфинале... Как всегда, демократия и авторитаризм. В первом полуфинале у нас победила команда, которая выступала... За точки роста. За точки роста, согласно голосованию. Во втором полуфинале у нас победили те, кто выступал за приватизацию. А сейчас решение судей сначала, Леонид Федорович, по поводу приватизации. Ну, вообще, говорили вы правильно. И та, и другая сторона. То есть, часть ваших аргументов, кто был за приватизацию, вполне годится для белорусского парламента. Они точно так же говорят. Те, кто были против, можете вступать все сразу в компартию. Вы уже готовы, подготовы и можете занимать генеральный секретарь и прочее, прочее, прочее. Значит, почему противники приватизации как-то выглядели немножко хуже? Потому что, во-первых, мало было коллективного действия. То есть, ну, я понимаю, что вы взяли на себя, вот, стали объяснять. У вас такая авторитарная компартия. Хотя, сам авторитарный лидер неплохой в себе, так? Вот. Я думаю, что более развернута была аргументация по приватизации. Хотя, конечно, так как они думают, если это все сделать, то это будет гибель. Поэтому в финал выходит команда, которая выступала за приватизацию. И сейчас решение жюри по первой дуэли касательно точек роста. Николаевич. Обе команды, в общем, выступали достаточно ровно. Очень хорошо, что в каждой команде участвовало много участников, членов. То есть, как бы это не было индивидуальное творчество. Была реальная борьба, было такое реальное сопротивление. Был настоящий battle. Но, к большому сожалению, даже вот та сторона, которая наступала за точки роста, не смогла предложить интересных, неожиданных, или таких вот заметных аргументов. Аргументы были очень традиционные, и, к сожалению, недоказанные, и, прямо скажем, неверные. То есть, вот, если бы, например, мы сейчас даже не про идеологию, а вот про идеологию оставим в стороне, именно система аргументации об основании. То есть, если бы, например, взяли бы, команда взяла бы реальные случаи, которые традиционно, или, там, более-менее, могут быть представлены в качестве успеха, ну, я не знаю, например, специализация Южной Кореи, там, в судостроении, там, или, там, я не знаю, индийцы специализация на хай-теке, где, там, государственное участие, такой, точки роста выборы, которые когда-то там получились, вот, то это могло бы на неподготовленную публику произвести впечатление, сказать, боже мой, действительно, а почему бы нет? Но, вот, ни одного из таких аргументов не прозвучало, а специализация Германии или Соединенных Штатов на каких-то таких областях, ну, это, так, аргумент, который, конечно, не выдерживает. И, поэтому, проблема даже не столько в том, что сторона на стороне, вот, как бы, вот, выступавшая против точек роста, смогла предъявить очень сильные контраргументы, объясняющие, почему это не работает, хотя там были несколько таких громких, сильных заявлений про коррупцию, не безосновательные, но, тем не менее. Вот, самое главное, проблема заключалась в том, что убедить в том, что точки роста это действительно спасет, вот это не удалось. Поэтому, вот, учитывая тяжелую борьбу, мы все-таки даем предпочтение тем, кто выступал против точек роста. Против точек роста. Против точек роста. Итак, получается, это не совпадает, да, только один. Один, один шел подать, один шел подать. Хорошо, я, судей, попрошу остаться здесь. Друзья, я скажу, что я до того, как вы пришли, объявил. Все должны были придумать, каждый не командно, каждый сам для себя. Ну, а для себя? Авторитета лидера, который является для него жизненным авторитетом, ну, назовем это так. Это может быть историческая личность. Как вы нести решение? Что? Можно один вопрос на будущее? Кому, кому? Кому судим, наверное? Да, 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 конечно. По условиям нам молодой человек сказал, что мы не имеем права предлагать конкретные примеры. Так надо мы в следующий раз предлагать конкретные примеры или нет? Нам скажешь, что мы... Ну, сразу, когда мы говорили про концепцию, надо было защитить концепцию. Концепцию без примера выставляли. Мы так поняли. Мы переспрашиваем. Нет, никто не убил, это выдуманный пример. Это Кирилл сам себе выдумал. Кирилл, не выдумывай себе правил. Друзья, еще раз. Я бы просил до того, как судьи объявили результаты, каждому определиться с лидером, который является для него авторитетом. Человек. Человек. Внимание, внимание, друзья. Друзья. Хорошо. Каждый сам для себя. Лидер, историческая личность, либо это текущий политик, актер и так далее. Но я бы попросил, чтобы это было общеизвестно. Чтобы мы потом не объясняли друг другу, кто это. Каждый придумал. Мы не записываем, каждый придумал. Да? Да. Теперь я попрошу, сами судьи определитесь, кто из вас будет выбирать. Выберите два человека из этой аудитории. Романчук. Раз. Романчук. И два. Вот она короткая пошла. Итак, вот у нас два человека есть. Сейчас оба такие романчук. Я прошу вас сказать, кто для вас, кого вы выбрали. Я? Иларионов. Иларионов. Авторитет для меня. Жараз Алфоров. Альфоров. Алфоров. Алфоров. Финалисты. Финалисты. У вас будет три минуты на подготовку. Вы будете дебатировать по поводу того, кто лучше. Так, я отошел. Жарисов. Он живой, стоит перед нами. Что там тут, Жарисов? Некорректно. Команды. Внимание. Команды. Команды. Друзья. Кирилл, внимание, прошу вас. Команды, вы будете участвовать в дебатах, кто лучше. Андрей Николаевич Иларионов. Иларионов. Либо Алфоров. Жарис. Жарис. И пока меня комары не съели. А, Александр. Сразу скажу, я хочу, чтобы финал был интересным. Поэтому здесь уже юмор. Итак, теперь определим, кто участвует, кто за какую команду. Прошу одну команду по правую руку. Финалисты. 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 Одна команда сюда. Одна команда сюда. А остальные команды? Сразу скажу, что друзья, Максим, Максим, спрашиваю сюда. Проигравшись потише. А у нас был кто лучше, Трамп или Лукашенко? Сами выбрали кого-то. Путин на Литовском. Ну, сейчас послушаем кто-то у вас. Уважаемая аудитория, Оля, Сергей, в финале я исключаю голосование наших жюри. Потому что каждый из них хорошо общается с Андреем Николаевичем и будет предвзятыми. Поэтому голосовать полностью будете за команды вы. И ваши голоса будут окончательными. Три минуты даю на подготовку. Только кто будет за кого? Вы за Андреем Николаевичем. Нет. Для этого у меня есть... Шишка, волшебная. Шишка. Судьбоносная шишка. Правильно. Правильно. Шишка. А шишку-то украли? Нет, не украли. Есть там кто-то. Итак, прошу. А я не знаю. А что, где, как? Ну, как? Вот это, да? Это кто? Выбирайте за кого вы. Мы! Барьеру. Друзья, барьеру. Друзья. Прошу бы вас в аудиторию. В аудиторию, Леонид Александрович. Прошу бы, да. Друзья, аудитория. Зрители, вы будете голосовать. Жюри у нас нет. Четыре минуты по 30 секунд мы будем перебрасываться. Последнюю минуту я назову, когда у команды будет последнее слово, чтобы они знали, что можно завершать. Внимательно слушайте. Еще раз скажу, здесь уже это ради удовольствия. И напоминаю, что победители, согласно народному голосованию, получают призы завтра во время сессии и, соответственно, загадать желание Романчуку. За прошлое не получилось. Да, да. Завтра это первое и за второе. Синекой. Итак, учитывая, что у нас здесь нет в аудитории одного из лидеров, которого мы будем обсуждать, поэтому, Андрей Николаевич, кто будет выступать первым? Шишка. 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 Судьбомостная шишка. Как удобно. Это не та шишка. Шишку подменили. Нет. Кто выступает первым? Кто выступает первым? Вы. Вы. Они. 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 Они выступают первыми. А. Ну хорошо. Итак, готовы? Да. Поехали. Когда государство не может обеспечить бесплатное и качественное образование здравоохранения, зачем оно нам нужно, сказал великий белорусский физик и гуманист Жарес Алферов. Его достижения физики колоссальны. Его вклад в популяризацию белорусских чашников огромен. Под этой фразой подпишется каждый либерал и либератарианец, в том числе и Андрей Николаевич. Я думаю, все согласны с вкладом Жареса Алферова как в физику, так и в философию в жизни, в гуманизм, в подъем имени Беларуси по всему миру. Величие этого человека еще предстоит нам оценить. Несмотря на то, что Жарес Алферов в чем-то и мой земляк, он из Витебской области, я скажу за Андрея Николаевича. Такой человек спустился ко мне на банкете и поинтересовался, что такое матрица Шура. И после этого он для меня стал высочайшим авторитетом. Не важно, что он сделал в прошлом, важно, что он сделал сейчас. Он подошел ко мне и он разговаривал со мной. И он разговаривал не только со мной, и вы все это видели. Вот что такое большой человек. Большой человек это прекрасно, но господин Алферов сделал нас тоже большими людьми благодаря полупородниковым приборам, которым мы все сегодня пользуемся. Мы не можем оторваться от ноутбуков, мы не можем оторваться от гаджетов. И вообще не представляем свою жизнь без мелких деталюшек под названием полупородников, которым он вложил свое дарование, свой талант и восхитительную способность сделать жизнь лучше. Великий Андрей Николаевич, который политик, экономист, анавелитик, советник Путина подавал ему руку, здоровался с ним. И вдруг на простых художественных примерах, на исторических картинах объяснил гражданскому обществу свой глобальный макроэкономический ситуации, который так и не смог до нас донести господин Заика. И то, что он является личным другом Романчука, делает его более великим в наших глазах. Жарес Алферов – великий человек. И величие его не только в науке. Величие его в том, что он защищает общество от проникновения в него церкви в грубой форме. Он выступает против преподавания основ православия в школах, тем самым предоставляя детям выбор, кем они хотят стать. Говорят, что встречают по одежке, провожают по уму. Так получилось у меня впервые в жизни, что этот человек, Андрей Николаевич, вызвал у меня такое обаяние, такую симпатию, что я до сих пор под впечатлением, что такие люди вот среди нас сегодня. Я думал, что они где-то рядом с президентами. А он сегодня простой, доступчивый. Он нам все объяснил, как только мог. А самое главное, что он настоящий мужик. Последние 30 секунд, команда. Все? Последние 30 секунд. Сколько у нас? 30 секунд, последние минуты. Жарес Алферов, человек, который, открытие которого определяет развитие человечества на века. Любой физик, великий физик, создает такие открытия, которыми мы пользуемся и в 21-м, и в 22-м веке. Мы будем вспоминать его имя не раз. И, конечно, мы будем также вспоминать и Андрея Николаевича. Но мы гуманитарии, люди скромные. И мы все-таки отдаем пальму первенства, пальму величия духа и интеллекта тем физикам. Последние секунды, передавайте. Итак, Великий Пушкин так сказал. Смотрите, Великий Пушкин так сказал. А Великом Иларионове, скажем так. Движения нет, сказал мудрец Бродатый. Другой смолчал. Вот он, сказал. И стал перед ним ходить. Смелее бы не мог он возразить. Хвалили все ответ замысловатые. Именно так Иларионов доказывает свою правоту. Отлично. 4 минуты. Спасибо большое команде. Спасибо. Всем güсть не пили такой концентрированный. Ваши телефон. Но это факт, здесь это просвучало. Теперь прошу, кто считает, что, кто вообще считает, что сегодня победила команда, которая выступала за... А вы уже придумали, что будет Ярослав делать? Так вот вы, может вы скажете, мы выберем интересный вариант. Итак, кто считает, что выиграла команда, которая выступала за Алферова? Поднимите руки и держите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Девять баллов. А теперь прошу поднять руки, кто считает, что победила команда, которая была за Андрея Николаевича Илларионова. Прошу, поддержите руки. Раз, два, три, четыре, пять. У них больше креатива будет по желанию. Да, да, да. Окей. Честно. Друзья, честно, победа этой команды. Друзья, чтобы не было потом обмана, чтобы... Друзья, чтобы не было потом... Друзья, друзья. Внимание, внимание. Внимание, последнее слово. Друзья, призы от Романчука, от Романчука призы будут завтра. Как завтра? Нет, я имею в виду призы. Друзья. Друзья. А теперь... Друзья, друзья, последнее слово. Друзья, Настя. Я хочу, чтобы не было обмана никакого. Поэтому сейчас попрошу эту команду огласить желание, которое Романчук должен выплатить до 12, до конца этого дня. Итак. Саша, огласите желание, которое Романчук придумает. Давайте. И не креативно. Друзья, 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 друзья. Друзья, друзья, друзья. А все, Ярослав убежал. Друзья, я его держу, чтобы не убежал. А что случилось? Сейчас, сейчас, готовь. Друзья, прошу прощения. Сейчас у нас уже желание команда это определило. Поэтому желание оглашу. И мне нужно... Тамошник для оглашения? Нет, нет, нет. Шишка. А что за шишка? Нужно две девушки. Судьбоносная. Раз. С этой стороны. И вторая девушка. Лилия Ивановна. Лилия Ивановна, идите сюда. Лилия Ивановна, вот сюда. Ну, можно чуть подальше. Прошу у всех остальных чуть-чуть подальше. Ярослав, снимай фотоаппарат. Желание у команды следующее. От Волги до Ениси. Они сказали, что ты спортивный. И во время предвыборной кампании, как в 2010-м, ты ходил на руках. На голове. На голове. Поэтому тебе нужно от одной красивой девушки дойти до другой. Я давно не ходил. Они могут поближе стать, если... Лёнь, лови его. Главное, не подстраховайся Романчука, чтобы он ничего не сломал. Ты не рвался бы хоть, блин. И раз. Не в счет, не в счет все. Прошло 7 лет, а ходит так же, как молодой. Спасибо всем. В сауну. И завтра не забудьте...